Талантливый кинодокументалист, корифей самарской журналистики, глубокий интеллектуал. В Самаре в день российского кино появилась памятная доска Борису Кожину на доме, в котором он жил по адресу Красноармейская, 62. Борис Александрович родился в 1938 году, а ушел из жизни в 2021, оставив большое творческое наследие. Кожин был редактором 400 номеров киножурнала «Поволжье». Он создал около 200 документальных и научно-популярных фильмов, автор более 40 сценариев. С идеей увековечить память Бориса Александровича Союз журналистов Самарской области обратился к губернатору Дмитрию Азарову. Глава региона идею поддержал. Я благодарю сегодня всех и от имени Дмитрия Азарова хочу сказать слова благодарности всем, кто сегодня пришел на эту встречу. Союзу журналистов, которые выступили с этой инициативой, город, который ее поддержал, наши коллеги, Союз кинематографистов, все люди, которые просто пришли сегодня почтить память этого удивительного, абсолютно простого, открытого и доброго человека. Я хотела бы поблагодарить Дмитрия Игоревича Азарова, который поддержал идею Союза журналистов и помог нам осуществить то, что мы задумали. Сегодня мы с вами будем открывать памятную доску. Вообще я хочу сказать, что Дмитрий Игоревич Азаров, даже не будучи губернатором, нам всегда помогал. То, что касается культуры, для него это очень важно, и он всегда интересуется, какая нужна помощь, что нужно сделать. Благодаря работам Бориса Александровича сохранены исторические факты о Самаре и Самарском регионе, людях, которые внесли вклад в процветание Самарской области. На открытии памятной доски присутствовали глава Самары Елена Лапушкина, министр культуры Самарской области Ирина Калягина, председатель Союза журналистов Самарской области Ирина Цветкова, коллеги и друзья кинематографиста. Это человек, глубокий интеллектуал, человек энциклопедических знаний, не только про Самару. Я понимаю, что если Борис Александрович бы заговорил со случайным прохожим, который не знает Самары, никогда не был в нашем городе, но просто пообщавшись с Борисом Александровичем, он полюбил бы нас с вами и город, и жителей всей своей душой. Рада, что эта доска появляется на историческом доме, и рада, что она открывается в год педагога и наставника, который у нас в 2023 году объявлен нашим президентом, потому что Борис Александрович был не только наставником для своих учеников, для юных журналистов, но по большому счету он был наставником для всех нас. Надпись на памятной доске – цитата самарского писателя и журналиста Эдуарда Кондратова. По мнению вдовы и сына Бориса Кожина, она наиболее емко характеризует Бориса Александровича. У меня тронули в свое время слова Эдуарда Альдратова. Вот они, кстати, на доске. «Орфей Самарских подворотников и Пушкин Волжских берегов». «Он славил и славил Самару, Богу, везде, где Горни был». «Он был, я бы, крайне счастливым человеком. Я ему в этом плане очень завидую, в хорошем смысле. Он шел на работу, как на праздник. Он не всегда относился с огромным любопытством, интересом. Вот по всему, от написания сценария вплоть до сдачи картины в Госпино». Борис Александрович написал сценарий к нескольким десяткам документальных фильмов, среди которых «Столица эвакуации», «Большой зал», «Болдина», «Судьба Алексея Толстого», которые стали классикой самарского документального кино. Виктория Шария, Игорь Казановский, События.